Старый и новый свет связаны неразрывно. Европейский долговой кризис больно бьет по восстановлению деловой активности Америки. МВФ считает, что если экономика еврозоны упадет на 30,5%, то и США рецессии не избежать. Как видят американцы еврокризис, особенно в свете предвыборной кампании? Этот вопрос наш корреспондент задал Майклу Хальцелю, одному из ведущих в Вашингтоне экспертов по Европе. Я думаю, для европейцев было бы большой ошибкой считать, что кто-то здесь, в Америке, злорадствует по поводу происходящего кризиса. Ничего подобного. Я не знаю никого, кто считал бы, что сильная Европа не нужна. Напротив, в наших общих интересах стремиться к тому, чтобы еврозона выжила и процветала. За последние два года Белый дом неоднократно призывал европейских лидеров к решительным действиям. Сейчас тема еврокризиса как будто исчезла из избирательной кампании и политических переговоров. Почему? И Ромни и президент Обама прекрасно знают, что возможности США влиять на происходящее в еврозоне на самом деле очень-очень ограничены. А если влияния у нас нет, так что об этом говорить? Если кто-то сможет достаточно точно рассказать европейским лидерам, как дозировать меры стимулирования экономики по тем или иным пунктам и как при этом сохранять стержень для сокращения бюджетного дефицита, то ему прямая дорога была бы в Стокгольм на получение Нобелевской премии по экономике. Ответов никто не знает.